Особое мнение на 101FM Это очень важные вопросы, которые касаются всего города И дорожная тема навсегда у нас на пике обсуждения В частности, вроде бы все хорошо Вроде бы есть деньги на строительство и на ремонт дорог Вроде бы начинают и решаются проблемы и вопросы Которые давно-давно уже обсуждались, назрели Вызывали максимальное количество жалоб И строятся эти дороги Но тем не менее у депутатов почему-то все еще возникают вопросы к этому строительству В частности, вы не первый человек Вот мы в предварительной беседе с вами это обсуждали Вы не первый человек, который задается вопросом о том Как проходят конкурсы на строительство дорог и на ремонт Но улеглись вроде бы страсти по ремонту И все согласились И вы, насколько я помню, поправьте меня, если я не права Вы защищали позицию городадминистрации Которая говорила, что это хорошо Что у нас по ремонту дорог практически два крупных подрядчика Которые наши местные, они контролируемые И слава богу Давайте работать так, чтобы не было большого количества непонятных компаний Но вот почему-то конкурс у нас строительство двух других дорог Это дороги на Урванцевой и Чистой пруды Больные такие-таки точки Который прошел, который выиграла компания И которая должна уже приступить к строительству Вот этот конкурс и эта компания почему-то у вас вызывают вопросы Почему? Ну, давайте начнем с самого главного То есть, если не искать здесь сразу же криминал, а вот сходу Ну, это однозначно, я считаю Ну, в моем понимании ошибка руководства администрации города Прежде всего Шульгина Ильи Вячеславовича Когда мы допускаем того, что 500 миллионов рублей Контракт, те деньги, которые мы получаем на ремонт и строительство дорог А здесь строительство дороги Уходят иногородней То есть, 500 миллионов это на обе дороги Да, во-первых, если чтобы развивать территорию Подождите, и 500 миллионов на обе дороги И иногородней, это питерская компания Питерская компания, которая выиграла контракт Тем более, там я уже задавал вопрос на рабочей группе по ЖКХ У меня получилась такая возможность Шульгину Ильича Славовичу напрямую Но он сказал, что там у них якобы нет опыта работы У гордор-мурстроя и вят автодора Нет опыта работы по строительству дорог На самом деле, слушайте, что такое опыт? Вы знаете Ну, опыт это опыт Это долгое время Обязанность глава администрации Долгое время работы по строительству И успешное их завершение с экспертизами С гарантийными сроками Ну, это опыт Ну, во-первых, я уверен 100% Я уже консультировался с руководством вят автодора Они сказали, мы бы с этой задачей справились А, вот прямо они вам заявили Что вят автодор бы справился Да, однозначно И вот моя главная претензия 500 миллионов уходит в иногороднюю фирму Да То есть фирма зарегистрирована не в Кирове Люди, которые будут работать Они, даже если это кировские, будут наняты Они получат зарплату по месту регистрации А мы должны не забывать Что областной бюджет и городской А городской прежде всего Наполняется за счет отчислений зарплат То есть это как раз НДФЛ Налог НДФЛ Правильно, да? И об этом надо тоже думать Плюс получают местные фирмы Значит деньги и прибыль здесь будет тратиться Вкладываться в регион Это основное условие Скажите мне Пусть Илья Вячеслав Шургин Хотя бы он Сколько он втащил инвестиций За полтора года руководства города А уже энергосервисный контракт Отдали Нижегородской фирме Ростелеком Не важно, что это государственная компания Тут отдали частной фирме И кроме Вято-Автодора И кроме Гордор-Мурстроя Есть еще компания Например, 43 Богомельевича Она строит дороги прекрасно По всему региону И справляться с этой задачей И он, по крайней мере Эта фирма официально Она платит здесь налоги Он как раз специализируется на строительстве Капитальном строительстве дорог Конечно, но почему-то он не получает Мало того Стойте, стойте, погодите Что значит он не получает А как прошел конкурс Кто заявился на этот конкурс Ну, во-первых Мы прекрасно понимаем Второе замечание Которое Вот оно лежит на поверхности У меня возник бы сразу вопрос А почему заявилась только одна питерская фирма Представляете Гордор-Мурстроя не пошел на конкурс Вято-Автодор не пошел Фирма 43 Она тоже не пошла Слушайте Вы их спрашивали? Вы же разговаривали с Вято-Автодором Ну, я вам хочу сказать Что в правительстве области Идут Они недовольны этим Они однозначно Есть шум Есть разборки Почему эти компании не вышли Почему так был проведен конкурс И так далее Ну, то есть таких Пока мы не видим Составляющей какой-то криминальной Но мы не разбирались в этом И мы будем разбираться Владимир Вениаминович Вы сказали Я разговаривал с Вято-Автодором Вято-Автодором сказал Они не справились А сказали, что опыт есть Я не могу поверить Что вы не задавали им вопрос А почему вы не пошли на конкурс? Я задавал вопрос Они сказали, мы не знали Про конкурс не знали? Да А разве конкурс у нас не в открытом доступе выкладывается? Не заранее объявляется? Это же должна быть какая-то реклама И Вято-Автодор, который имеет огромный опыт Не знают, как выкладывается конкурсная документация Слушайте, сити-менеджер обязан Если не сам лично Позвонить Зачем? Потому что государственный интерес Это нигде не написано, что он обязан Есть открытая процедура конкурса Конкурс выкладывается Вято-Автодора и у остальных компаний Огромный опыт Они знают, где искать эти конкурсы Не может быть, что они не знают Вы знаете, когда 500 миллионов Как это могло случиться? В другой регион Я считаю Пусть Илья Вячеславович тогда в Питер поедет И будет мэром Санкт-Петербурга Если у него так получится А здесь должен быть градоначальник Тот, который радеет В том числе Когда все говорят Они же красиво говорят А что он мог сделать? Есть открытая процедура конкурса Погодите, хотя бы Я не против конкурса Но почему? У меня бы как Если бы я был в его администрации У меня был первый вопрос А почему заявилась одна фирма? Если я радею Я бы позвонил в Вят-Автодор Позвонил бы в фирму 43 Поговорил бы Отдавать 500 миллионов другой фирме Слушайте, ну Это однозначно управленческая ошибка О каком развитии территории мы говорим? Деньги просто уходят в другие регионы Вы мне ответили на мой вопрос Что относительно Я не знаю Давайте загнили от Автодору Что относительно Вы говорите Очень опытные компании Не может быть, что они не знают Как проводятся конкурсные процедуры И вы говорите, что они не знали о конкурсе У меня лично как-то не стыкуется Светлана, я не могу управлять Автодором Это областная организация И я делал запрос неофициальный Давайте сделаем Попробуем официальный Да, давайте вы же депутат Сделайте официальный запрос На все Почему на Автодор? Все три компании, которые вам были названы Вы сказали, что они достойны И могли бы Конечно Мало того, я считаю, что обязанность Ильи Вячеславовича Она негласное правило Это не законодательное Но это негласное правило управления Давайте городом устроить тоже Если они не строили дороги Так давайте повышать Как растет компетенция? Очень просто Что, эксперименты будем проводить, что ли? Почему? Это новый этап На новом этапе То есть следующая ступенька развития Если не Когда-то же нужно начинать Я вам, как житель Урванцева Или Чистых прудов Сказала бы на это Что это вы на нас проводите Эксперименты И переводите к нам компанию Которая никогда не строила дороги А вы мне скажете Пусть растет их опыт Мнение всех строителей экспертного сообщества Города Кирова Любая бы компания В том числе И Вят Автодор И даже Гордор Мустрой Они бы справились Выигрывайте конкурс Берите на подряд Если там условно говоря У вас нет какой-то техники Все понимают Так выигрываете Возьмите на субподряд Маленькую фирму У которой есть какой-то аппарат Там на самом деле А что фирма-то вот эта ООО «Спецстрой» Вы ее, кстати, пробивали Она большая, маленькая У нее какой опыт? Ну, насколько Может там суперфирма просто? Нет То, что есть Ну, понимаете Суперфирмы Во-первых, смотрите Кто понимает в реальности В интернете есть все 500 миллионов Для дорожного строительства Это не огромные деньги Но мы понимаем Придя сюда У них здесь нет Ни мощностей Это нужно перебрасывать технику У них нет Они будут закупать Щебень местный Они будут асфальт У них нет Асфальт они будут местный покупать Они будут привлекать Все равно на суб подряд Хорошо же У местных все будут закупать А только единственный вопрос Уже подрядчики А опыт есть Местные подрядчики уже говорят Что это сама питерская фирма Покупать уже заключает договоры На щебень На асфальт Но почему-то на 2 ИП Которые не имеют прямого отношения И две фирмы В том числе вот одна фирма Которую пробивали Не имеет прямого отношения К кому? К чему? К компании спецстройки? Вот этой питерской Вы знаете, как делается Питерская фирма выигрывает Она чистенькая Такая, аккуратненькая А выставляет вокруг себя Несколько компаний Которые покупают работы Покупают щебень Там асфальт, песок Все остальное А потом у нас же были примеры Среди, например, аэропорта Когда накидали Кучу мелких предпринимателей А мы как бы даже и помощь не смогли Придительство области молчало Скало, что это спор Хозяйственных субъектов Извините меня На десятки миллионов Набросали подрядчиков Которые выполняли работы Поставляли материалы А депутаты-то что? Владимир Венианович Депутаты Вот смотрите У нас получается как затычки Я уже устал с депутатами Вместо того, чтобы заниматься Развитием Для меня это общественная работа Я занимаюсь посадками Понимаете Возбуждением уголовных дел Мне надоело Это огульно 90% этих вопросов Решается Нормальным управленческим способом Качественным контролем Здесь, кстати, вот по этому Вот по этому вопросу Есть еще, знаете, такой момент Вот строительство дорог Требует Организация Во-первых Проекта на строительство дороги Это не ремонт Хотя на ремонт тоже должен быть проект А строительство дороги Тем более В живом городе То есть по территории Это вновь построено Но там уже есть дома Там есть уже движение Есть сама жизнь И люди волнуются, кстати Оно требует проекта А проекта нет Опять мы разыгрываем конкурс Без проекта А проект Это основание Как контролировать А потом начнется КТВС Мало того Те сроки, которые заявлены И сложность работы Она действительно существует То есть опасность того Что это могут и не справиться Эта питерская компания Но это все ведь пока что домыслы Слушайте, а мы странами Помните Могут справиться Могут не справиться Ведь изначально было Что они не справятся Эта московская фирма И так вышло И мы достраивали На следующий год За счет собственных средств Так вот здесь такая же ситуация Может произойти Почему мы не сможем И глава администрации Четкого ответа не дает Ссылаются Совершенно такие слова Которые в моем понимании А мы Все депутаты Мы для Главы администрации Являемся Работодателями Недовольны Если честно Депутатское сообщество Оно стоит на грани А для того С тем Чтобы разорвать отношения С Ильей Вячеславовичем По плохому Или по хорошему Но не существует Но вы первый человек Который об этом говорите Я вам честно скажу Я считаю Денис Валерьевич Рохин Об этом говорит И куларно Понимаете Не все депутаты Может куларно Но здесь он так не говорит Не все депутаты Ну это как бы Может быть вопрос не заходил Ну слушайте Вот я как раз хотела Про депутатов спросить Но нам нужно прерваться Задам этот вопрос Про депутатов спросить Ведь наверняка же Конечно Вы этот вопрос Неоднократно Вот такие серьезные Строительные работы Обсуждаете на различных Комитетах Но вот так ярко И категорично Вы сказываетесь По этим дорогам Вы например Я чуть не припомню Что кто-то еще Об этом говорил Почему так происходит Мы обсудим После короткого перерыва Особое мнение На 101FM Да Это действительно особое мнение И это особое мнение Депутата Кировской городской думы Владимира Журавлева У микрофона работает Светлана Занько И у меня был вопрос Такой до перерыва Вот этот вопрос По спецстрою О спецстрой Который выиграл Контракты На строительство дорог Вурванцевой и Чистой Пруды И между прочим Работы уже должны начаться Вот сейчас в июне А завершиться они должны В октябре Полностью Включая А в ноябре Подрядчик должен уже Установить павильоны Уличное освещение Дорожные знаки Работы должны уже начаться Они начались кстати Ну мне неизвестно Я не могу сказать Тогда Значит Если вопрос Если эта история Вызвала у вас Столько вопросов То вызывает ли она Столько же вопросов Ваших коллег-депутатов И как вы это обсуждаете Ну во первых Однозначно Я считаю Вот все депутатское сообщество Все фракции Вот тут единое мнение Мы недовольны работой Вот это Недовольны работой Главы администрации Слишком много вопросов К нему Как к управленцу Прежде всего Но давайте конкретно Про этот вопрос Вот конкретно Про этот вопрос Эту тему мы Вот еще один раз Она только что всплыла Вот на комиссии По ЖКХ Ну вы знаете Уже работы должны начаться Всплыла вот она На комиссии По ЖКХ Погодите Первый контракт разыгран Вот он только что Вот в начале июня Там или в конце мая Был объявлен Победитель конкурса Тем более Одна компания заявилась Мы даже не упали Ни на копейку Представляете Ну тут очевидно Что оно каким-то образом Было подыграно Вот это на самом деле Самое большое ваше подозрение Да Что почему одна компания Да это у любого И весь город Это самое главное Обсуждает Ну то есть в открытую И главная непонятная причина Почему наши компании Кировские Не пошли заявляться Но вы будете делать Депутатские запросы В эти компании Депутатские запросы Вы знаете Мне важнее объяснить А то потом вы говорите Я не могу озвучить То что в куларах было сказано Во-первых Многие строители Они знаете как говорят У нас часто не все Они куларно рассказывают Более откровенно Я скажу что здесь Подозрения есть у всех Но открыто они об этом Не озвучат Потому что не хотят Портить отношения Что мешает вам Как депутату Если вы собираетесь В этом деле разобраться И всем депутатам Вы говорите Все депутаты Недоволены Написать депутатские запросы И получить четкие ответы Теперь вот люди Высказывают недовольство Но большинство людей 90% у нас в обществе Они не готовы писать бумаг Депутатов В том числе и депутатов Нет давайте конкретно Про народных Депутаты они недовольны Но вот сегодня Знаете почему вопрос не ставим Просто не все готовы Сегодня проголосовать За отставку Шульгина И вообще-то Не все поднимают этот вопрос Я вам скажу по секрету Вопрос Но Погодите Вы просто не все Открыто общаются У нас к сожалению Высказаться открыто Ну нужна определенная Гражданская смелость А чего депутаты Я не понимаю Ходят если не могут Открыто высказаться Меня выбрали нормально Я могу высказаться Есть там еще ряд депутатов А остальные чего Какого рода это депутаты Которые не могут Высказаться открыто Это вопрос К избирателям Которые таких депутатов Выбирают Вопрос весь К людям То есть не будет Депутатского запроса Да депутатский запрос будет Но я не буду Фирмам Они мне могут не ответить Многие Они хозяйствующие субъекты Частные Я буду разбираться В администрации города Мне важно чтобы Что скажет Шульгин Что скажет директор ДДХ Лунев новый На этот вопрос Почему не заявлялись Они являются организатором Проведения конкурса Да кстати Есть же новый директор ДДХ Господин Лунев А вы его пригласите Который пришел Который пришел Вот Он пришел прямо перед тем Как этот контракт Собственно говоря Выложили на конкурс А вы ему задавали этот вопрос Мы его еще пока не видели Я с ним еще не виделся Не разговаривал Вот поэтому Давайте его пригласим И поговорим Попробуем открыто Это вы сами сначала поговорите Чего уж на их Москве сразу Зачем на радиостанции Ну это интересно И очень Нет ну да сначала Пускай будут хоть какие-то факты Уж вам-то как депутату Он обязан будет Факты есть Во-первых Одна фирма заявилась Ну да Она почему-то не кировская Хотя у кировской компетенции Закон позволяет любой фирме заявляться Слушайте Когда в свое время В 13-м-12-м году Некоторые чиновники говорили А мы будем покупать китайские констовары Которые дешевле Мне так хочется сказать Так вы тогда и поезжайте в Китай И работайте там чиновниками Вот давайте Делай раз Делай два Делай три Что сейчас вот с этим контрактом Собственно говоря Может произойти Я пока не знаю Тут для того чтобы его прервать Нужны какие-то Ну то что мы будем проводить Уже расследование депутатское Так-то началось Мы уже начинаем собирать бумаги У нас есть вопрос Не ушло ни к кировской фирме Она заявилась одна Никто больше другой не заявился Основание И строители-дорожники Которые говорят Я не могу это озвучить Потому что они мне давали полномочия Депутатские расследования будут Первое Второе Вы говорите Удастся ли разорвать контракт Но строительство должно уже закончиться в октябре И угроза разрыва контракта Вы взвешиваете вот эти угрозы То есть если сейчас будет разорван Успеет ли переторговать Построить дороги Вот ведь еще какая проблема Смотрите какая ситуация Вот за тот косой вариант С селом русским Ведь директор ВИАТ-Автодора Который в тот момент был Чужой человек приезжал Викулов Минькин Викулов А ВИАТ-Автодор Да Но отвечал за ДДХ Уголовное Они же довели до уголовного дела И приговоры состоялись Но здесь-то еще ничего спецстрой Ты не сделал Может он прекрасный У меня к спецстрою претензий нет Это частный бизнес У меня претензия к организатору К руководителю Главе администрации И к директору ДДХ Будете ли вы добиваться разрыва контракта Для разрыва контракта по закону Нам нужны основания Мы же не беспредельщики Правильно У нас правовое государство И депутаты на это не пойдут Нам нужны основания И мы их будем искать Все Тогда надо завершить этот вопрос Еще раз Какие будете вопросы вы задавать Вот конкретно официально Относительно этих двух контрактов Ну во-первых Почему одна фирма раз Почему вторая не кировская Все Все Ясно Понятно Теперь хочется разобрать вопрос с сетями Потому что это конечно очень важные два вопроса Очень активно дискутировался вопрос По передаче сетей от ККС МОП увода канал И вот сейчас уже официальное заявление властей Что ККС отказали в концессии Мы сейчас говорим о сетях Которые обеспечивают город водой Власти решили отказать консессии Вы считаете правильно поступили или нет? Ну во-первых я сразу хочу сказать Я изначально был сторонником того Чтобы горвода канал Вернулся обратно под крышу муниципалитета Солмуниципальной компании И это сделал Шульгин Скажите ему спасибо Ну Ну сделал то он Хорошо я согласен Да как глава администрации он и поддержал Но это логично И там все Сомнения некоторых людей Что муниципальные предприятия Вот вы знаете из плюсов того что Во-первых Это ККС Они все плохие сети Они не забрали Это заречная часть Вот старая Это Ленгасово Это там Дороничи Все вот такие плохие сети У нас существовало два муниципальных предприятия Нововятск Нововятский водоканал И Кировский водоканал Который фактически затыкал дыры Не имея нормального тарифа Имея все плохие сети у себя И мы этим все равно занимались Скажите вам Сейчас про контракт в концессии В концессии все сети были Не все К сожалению не все У нас было два муниципальных предприятия Нововятский водоканал И Кировский водоканал Которые все плохие сети держали А ККС хороший частник взял все себе нормально. Это было. Вы в концессию заглядывали в документы? Я теперь хочу сказать, что почему отказали концессии уже сейчас. Во-первых, по закону они упустили время. Концессия эта тоже имеет в том числе и сроки. И в данном случае администрация города вполне законно расторгла. А какие были претензии к ККСникам? Ну вот первая претензия, с 2013 года они нам ни одной инвестиционной программы не вышли. То есть ребята говорят, мы готовы сделать это за свои деньги. Давайте мы каким-то образом обрегули, как, например, тепловики по теплу. Они ничего не сказали. И с 2013 года фактически инвестиций не было. Прошло, извините меня, почти 6 лет. Как это не было? А вот так. Подождите. Погодите, есть в тарифе инвестиции. Погодите, есть инвестиции, о которых мы говорим. Это законодательно. Мы с них не требовали, но они не предлагали. Вот хороший вопрос, почему не требовали. Хотя я сейчас найду в интернете, сколько было инвестировано в сети, потому что об этом точно докладывалось. Вы в курсе, что это оспаривается, да? Почему претензии ко многим коммуникациям, как по водоканалу, так и к тепловикам, что они отчитываются, что они переложили, например, трубы, а в некоторых случаях трубы не перекладывались? И эти факты есть. Понимаете? Мало того, есть факты однозначные, когда, например, там есть часть сетей. Муниципально большая часть. И часть сетей частная. Как у тепловиков, так и у водоканалов. И представляете, почему-то частные они ремонтируются. А муниципальные просто арендуют и не вносят определенных инвестиций. То есть претензии администрации города и у депутатов в том, что они не были, в моем понимании, нормальными арендантами. То есть теми, которые пользовались этим. То есть они не заботились о нашем имуществе. Просто эксплуатировали, собирали тариф. Значит, я вам говорю, за 15 лет, это официальная информация, компания ККС обновила 132 километра водопроводных и 25 километров канализационных труб. С начала работы ККС инвестировали в развитие системы водоснабжения и водоотведения города Кирова более 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Это ничего? Слушайте, посмотрите, сколько они, они собственные средства или заработанные, которые на нашем тарифе они заработали и вложили. Давайте посчитаем, что вот они официально отчитались, за прошлый год ККС заработала 290 миллионов прибыль. Это прибыль чистая, которую они, да. А до этого суммы, они просто инвестируют в тариф, нормальный у нас в Кирове. Кстати, вот из положительного момента, вот самый огромный тариф был на плохих сетях, это Заречная часть, Коминтерн, Ленгасово и так далее, и Нововятск. Сейчас за счет того, что все будет общий горводоканал, тариф на плохих сетях, он станет меньше. А у нас страдали прежде всего, а что такое Заречная часть, а что такое старая часть города Кирова, а что такое Нововятск? Это люди, которые с социально низким уровнем. А мы сейчас за счет этого из положительного момента сразу снижаем тариф, то есть он выравнивается. Слушайте, а как относиться вот к тому, что к ККСу за все эти годы практически не было никаких вопросов, зато компании Т-Плюс было очень много вопросов и к теплосетям, вот просто бесконечное, а компания Т-Плюс получает консессию, а ККС нет? Ну, во-первых, компания Т-Плюс еще не получила консессию. Она получит, дело-то очевидно решенное, разве нет? Я сторонник того, что мы, кстати, обсуждали даже с Шульгиным эту проблематику открыто, ну, на комиссиях открыто это обсуждали. Он сказал, он тоже сожалеет, что ПАО Т-Плюс это частная компания, то есть в других регионах, таких как Нижний Новгород, в Казани, это все осталось муниципальным. Но я сказал, что как мы вернули сети гор, водоканал и канализацию, да, водоснабжение и канализацию, то есть можно вернуть было бы, по крайней мере, сетевую компанию КТК, которой было очень много претензий, и которая, как в курсе, что нам выставили где-то полтора года назад на 900 миллионов у нас долги перед ней. Вот. У нас там 72% это наши сети, 28% это, ну, как бы, ПАО Т-Плюс, да, ну, КТК, да, у них учитель ПАО Т-Плюс. Мы могли бы сделать совместную компанию или сделать полностью муниципальную, и все сети мы могли бы эксплуатировать и заниматься инвестиционной. Это плановая работа, это монопольная работа, она очень важная по снабжению, по теплу и так далее. Остается полминуты. Считаете ли вы, что это ошибка передавать компании Т-Плюс сети в концессию, и надо было по типу сводоснабжениям тоже создавать муниципальные учреждения и сети забирать? По крайней мере, КТК должна быть муниципальной компанией. Это транспортная компания, по которой транспортируют горячее водо и тепло. Генерация пусть остается в частных руках. А сегодня, вы знаете, ошибка хотя-то, монополист по определению, он сам собирает деньги, он сам генерирует электричество и сам поставляет ее. А вот транспортировка была бы так, и мы могли за счет тарифа здесь проводить нормальную социально-экономическую политику. Прервемся на полторы минуты. Это особое мнение депутата Кировской городской думы Владимира Журавлева. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Тут, конечно, пришел один вопрос вам, Владимир Вениаминович, от Сергея, но он такой риторический, что мы можем просто... Это где-то вечером, наверное, надо сесть вечером. Что можно сделать или необходимо сделать в Кирове, чтобы дороги стали лучше? Причем коротко надо ответить. Давайте два, вот совершенно два таких, два предложения. Первое, нужно... У нас главная проблема, мы не делаем проекты, в том числе на ремонт. Вы в курсе, что администрация города обязана сначала заказать в проектной организации, и поэтому у нас появляются, что бордюра нет, колодец не учли и так далее. Должен быть проект. Все, все, сегодня в цифре должно быть, это делается проект на дважды двадцать четыре. У нас тогда появляется документ, по которому мы можем проконтролировать. А сейчас его нет на схеме, понимаете? У нас проекты делают сами дорожники. Это нонсенс. И второй момент, вот мало кто знает, особенно на муниципальных дорогах, нам нужно поставить... У нас проблема, я знаю, например, 4-5 организаций, которые возят по 60, по 40 тонн, большие самосвалы ходят в ночное время. И мы знаем, что дорога разрушается, не зря этот налог ввели на федеральных трассах, но на муниципальных я бы поставил, сегодня механизм есть, он озвучен, вот и президентом, последнее было выступление, что давайте ставить весы. Это очень дорогостоящая вещь, примерно там 30-65 миллионов. Когда вот груз, это ставится в подполотно, любая машина прошла, перевес, сразу же сфотографируется. Нет, весовые, это когда нужно заехать, а тут автоматом, и фотография сразу же идет по автомобилю, и штраф сразу 300 тысяч рублей. И вот у нас разрушают эти дороги, вот это самое главное. Проектные работы. В моем понимании, это на трех направлениях нужно город Киров перекрыть. И тяжеловозы. Да, и тяжеловозы, все, перевес, нет. Значит, переходим к Мородыкову. Значит, у вас есть вообще вопрос по этому новому объекту, который должен возникнуть по решению федеральных властей, потому что это федеральная земля, федеральный объект. В ближайшие годы по переработке, напоминаю, отходов первой и второго категории опасности. Есть ли у вас вопрос? Ну, я не буду вдаваться там, насколько это оправдано, законно, вредно, не вредно, у меня недостаточно информации. Но я сразу хочу предупредить, вот, ну, это областная, не городская власть, это не наша сдача городских депутатов, это областной вопрос. Но, когда мы будем давать такое разрешение, его ждали. А оно вообще разве нужно? Вот мы не выяснили на вечернем, когда была дискуссия на общественной палате, не было сказано, что необходимо получить разрешение от властей. Говорили только о том, что должны проводиться, Росатом Рау, да, должны проводиться общественные слушания по разным этапам строительства, от проектирования до строительства. А насчет разрешения ничего никто не говорил. Нет, вот смотрите, все равно, как бы, желание народа сейчас начинает слушать, и нам нужно, я про какую часть? Про социальную часть. Такие вредные производства, они требуют социальных вложений. Давайте попросим дороги, школы. Мало того, очень важно, мы понимаем, Марадыкова, и в свое время, вот, я встречался с губернатором Сергеенковым, ну, перед, он, перед какое-то время, незадолго до смерти, мы с ним очень долго общались, вот, и он сказал, что сожалеет, что вот тогда, когда тянули трубу, можно было бы в три раза... Какую трубу? ...газовую. И мы вот... Тогда, тогда, в Марадыково. Да, 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 и у нас бы ветка тогда ушла на Котельнич, Арбаш, Свеча, Шабальон, вот тот куст стал бы развиваться, и мы бы получились... Сегодня вы в курсе, что, например, в городе Котельниче тариф за отопление, за гикокалории у нас 1800, а там 4800. Потому что топят и мазутом, и углем, и это неэффективное хозяйство. Если бы пришел газ, мы могли бы отдельно, каждый дом там, условно говоря, не реализовывать. То есть вы о чем сейчас говорите? Что власти, даже если... Должны торговаться, должны выторговывать, лоббировать интересы региона. Дайте нам там, я, ну, хотелось же много, давайте просить столько, просить 10, дадут 5. Ну, там, я так образно говорю, давайте аэропорт международный, давайте школы там, 10 школ, несколько заводов. Вот газификация, самое главное, это нужно подхлёстывать, а то Газпром у нас сегодня экспортирует всю Европу, газом заливает. А почему регионы не развиваются? У нас газификация не превышает 40% в регионе. Нижний Новгород, 90% лишний, Патерстан, мне кажется, 99%. То есть запросить у владельца социальную программу, да? Ну, тут на уровне правительства области губернаторы и специальные правительства должны обговаривать условия, если необходимо. То есть это может успокаивать, и это, знаете, это какая-то компенсация за вредное население. Население. Да. А население, вы думаете, будет всё-таки волноваться? Вы знаете, у нас население, вот если начинают его давить, оно в итоге проглатывает, но вот это напряжение, оно копится. И сегодня вот я поддерживаю Алексея Кудрина, который у нас сейчас возглавляет в счётную палату, что он говорит, накопился потенциал социального взрыва. Понимаете, у нас все, кому не лень, вот эти чиновники, они там давят, заставляют там вот по детским садам, по школам, по дорогам, по неудовлетворительным вот этим отношениям, чиновники вообще раздражённо разговаривают. Я считаю, что когда такие разговоры идут, это не место таким людям. Да, власть непростая. Я, честно говоря, я не завидую ни губернатору, ни главе администрации. Это непросто. Даже главе города не завидую. Но если вы взялись за это, тогда не нужно раздражаться. Терпите, выдерживайте. Мало того, не хватает компетенции, советуйтесь. Сегодня у нас, к сожалению, вот разрыв между властью местной сегодняшней и простым населением, и местным бизнесом, и местными элитами, он разрывается. И вот это как бы очевидно. Апатия, пассивность, неверие во что-то, оно происходит как раз вот из-за такой политики. Если, чиновники, вы думаете, что народ все схавал, проглотил, нет, рано или поздно это вернется. Ну, смотрите, что касается Мородыкова, не успел появиться документ, без предупреждения, что называется, войны, в сети. Сразу же общественная палата собрала комиссию и написала все в правительство, причем договорилась сразу, что они приедут и будут говорить. Не успела это пройти, там губернатор прокомментировал ситуацию в эфире. После этого, через неделю буквально, по его же инициативе, в клубе вечерний прошла открытая встреча. И народу было, конечно, много, тем более и тех самых людей, которые пережили Мородыкова, и вот из Котельнича активисты тоже были, и депутаты, кто только не был, и РАО приехали. И все говорили. То есть вот что касается в этом смысле открытости, вроде бы, то с самого начала подхватили инициативу. И тут вот я бы побоялась объединять в закрытой стене. Ситуация на областном уровне меняется. Да. Губернатор показывает хороший пример. Да, но с другой стороны, с другой стороны, а мы можем, как вы считаете, вот вы сказали, там тоже задавали, кстати, люди вопросы, а где? Где соцгарантии? Что вообще регион от этого поимеет? А на что отвечали и говорили представители, я могу об этом сказать, потому что сама там была, что подождите, мы еще даже проект не начали разрабатывать, а люди-то ждать не хотят, получается. Ну, они понимают, что за красивым словом проект, потом вот все пройдет. А как вы думаете, мы вообще имеем право у компании, которая не является ни кировской, а вообще она федеральной, вообще что-то требовать в развитии региона? Если мы считаем, что это наша территория, я понимаю, что у нас одно государство, но социальная компенсация это нормальная, за вредность, так сказать, это нормальная политика во всем мире, и в том числе у нас, тем более, это же Росатом, да, собирается, государственная компания строит. Поэтому, я считаю, мы вправе требовать, это социальная программа развития территории, она необходима. Мало того, нам на ту ветку крайне необходим газ, потому что вот мы ругаем наших пенсионеров, когда 1800 у нас за гекокалорию, в Котельниче, я это знаю, не понаслышке, 4800 гекокалорий стоит. А в других регионах, даже, по-моему, самый большой, не знаю, в каком районе сейчас, 5200, слушайте, мы... У нас? В области, не в городе, 5200, где-то доходит на Котельник, где частник пришел, обосновал тариф или сказал... Но он скажет, что это две разные компании. Газпром, газораспределение, Газпром и РАО, две разные компании. Слушайте, но мы должны требовать от федерального правительства развития своей территории, ведь мы понимаем, что уровень жизни в России... То есть вы считаете, что мы имеем право требовать? Однозначно. За такие объекты? Однозначно. У нас остается 3 минуты, буквально, не могу вас не спросить, как у человека, который причастен к молочной отрасли, приезжал к нам гендиректор Центра изучения молочного рынка, Михаил Мищенко, прямо вот здесь он был, и он сказал, что... он высказал идею, поддержал идею представителей молочной сферы региона создать программу по повышению потребления молочных продуктов. Это такая программа популяризации потребления молочных продуктов. Что вы об этом думаете? Ну, я однозначно хочу сказать, что нет альтернативы, если мы говорим о здоровом питании, это двум продуктам. Это сливочному маслу и творогу. Все институты во всем мире говорят, что человек... тот жир, который нам... У нас остается 2,5 минуты. Такая программа нужна или не нужно? Люди и так осознают, что им покупать. Она нужна, но если брать Кировскую область, его потенциал, огромный потенциал. То есть нам нужна программа, я сразу хочу сказать, экспорта сухого молока в Китай, в Индию. Я это понимаю. Слушайте, Владимир Вениаминович, я вам про одно, вы мне про другого. Про деньги это отдельная история, что продавать в Китай. Здесь речь идет о здоровье населения и популяризации программы... И внедрении программы повышения потребления молочных продуктов на месте. Это разные две вещи. Да нет, я, конечно, поддерживаю. Любое. Но у меня сразу масштаб захватывает, понимаете? У вас сразу пробабло, Владимир Вениаминович, продавать сухое молоко в Китае. Стоп, 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 погодите. А вам тут говорят, пусть наши люди пьют молоко. Давайте вот я расскажу. Смотрите, молочное... Или это тоже такой хитрый ход маркетологов, молочников, чтобы просто тоже денег побольше заработать. Молочное производство, извините меня, у нас 34 района в области, это чисто сельскохозяйственное. Основа которой мясо молочное. Если мы там не будем развивать молочное производство, мы эти районы с точки зрения обезлюдивания потеряем. Это социально-экономическая задача, об этом никто не говорит. И поэтому я когда говорю, мы решаем, а сегодня в этих 34 районах ситуация так не решается. А во-вторых, это огромный объем молока, который, кстати, как-то наш министр сельского хозяйства Кольчаков сказал, что давайте до миллиона тонн молока доведем. Вопрос, куда продавать. Что-то губернатор сказал. Ну, он вложил в уста губернатора, но немножко подвел его, потому что это нереализуемо. Следующий вопрос. Нереализуемо? Нет, произвести-то мы можем, а куда продать? И власть, если так заявляет, так она должна показать. А единственным реальным продуктом, который мы можем сегодня, и впишемся в экономику, это Китай, Индия, те края, которых у них нет таких пазбищ. В общем, важнее не популяризировать потребление, а важнее заключить контракты на иностранные поставки. Это, я считаю, знаете, вот мы не должны выбирать между здоровым питанием, и это одно и то же, это в рамках одной и той же задачи. Да нет, это разные вещи. Одно дело поставки в Китай, другое дело школьники, например, со стаканом молока. Это разные вещи. Я с этим согласен, и это необходимое дело, я полностью поддерживаю это здоровое питание, но в то же время, если мы говорим об отрасли, а человек-то такой значимый, то я знаю, как решить в Кировской области эту проблему. Надо двигаться туда, в Китай, в Индию. Это огромный объем молока. А проблему сохранения всесходств производителей. Мало того, что лучше, молочное экологическое производство. Или это мордыково, понимаете? Нам все равно нужно производство в регионе открывать, а какие-нибудь вредные или безвредные? Хочу сказать, что молочное, оно безвредное. Ну, навоз, существуют вопросы? Ну, там есть биокластер. Есть вопросы к навозу? Биокластер, ну, если это огромное количество. Ну, если уж к навозу есть вопросы, то я не знаю. Экологическая проблема у огромных комплексов, которые сегодня строят, там, на две тысячи коров. Мы знаем эти комплексы. Это нужно куда-то убирать. Вот это вопрос. И при строительстве это такая глобальная проблема. Спасибо, Владимир Журавлев. Это было его особое мнение. Мы еще не раз встретимся в этой студии. Микрофон наработал Светлана Занько. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM